Привет, я Велофея, а нахожусь сейчас в магазине Велосклад. Сегодня я расскажу о потрясающем байке. Знакомьтесь, это куб стерео 160 HPI. Этот ролик с рейтингом КМК не предназначен для куба ненавистников, потому что это реально крутой двухподвес со своими минусами и плюсами, а мне он реально нравится. Начнем с рамы. Тут у нас алюминиевые трубы сплав 7005, геометрия HPI Ultra Light. Применяется гидроформирование, тройной байзинг, вполне ожидаемо за свои деньги. Сварка выполнена хорошо, посмотрите на швы, все сделано аккуратно. Амортизатор с ходом 160 мм, с таким показателем подвес можно отнести к эндуро или каумаунти. Это универсальный размер хода, которого хватает для фанового катания. Плохо, что вилка не блокируется на руле. С другой стороны, катание по равнине предполагается минимальным. Так что едва ли вам понадобится ее часто блочить. Сзади стоит также монета, что очень круто, потому что подвески одной и той же фирмы, как правило, работают более слаженно, да и подстроить их будет проще. Тут у нас Radium Pro. Приставка Pro это всегда классно. Pro значит профессионально, значит вы уже почти про райдер. Ну это шутка, конечно. Ход у нее 64 мм. Этот показатель даст необходимый запас хода для спусков по рельефу. Но при этом вы не потеряете необходимую динамику на подъемах. Его можно блочить, настроить насосом высокого давления, отрегулировать скорость разжатия. Вполне нормальная средненькая воздушка. Теперь глянем на монетки. Я не ожидала увидеть что-то меньше, чем Dior. SL-M160 это надежные компоненты. Они достаточно быстро переключают передачи, так что вы можете максимально точно подобрать передачу для крутого подъема после затяжного спуска. Используйте максимум потенциала, работает Dior всегда хорошо, даже если очень грязный. Спереди тоже Dior, а сзади все те же XT. Вероятно, это для того, чтобы максимально выжать на рельефе, потому что на хорошей трассе ему придется как следует поработать. Из носостойки XT прибавил пару тысяч ценник. Надеюсь, что втулки от этого не пострадали. Задние и передние втулки это Coupe EX. Это пятый класс из восьми. Они наравне Shimano Dior или Sram X9. Непонятно пока, кто их делает. Возможно, Китай или Тайвань. Пром-подшипники со всеми вытекающими. Обода здесь тоже и X. Скорее всего, колеса в сборе с одного производства. Вряд ли бы Coupe ставил, что попало на свои велосипеды, потому что они все-таки комплектуются качественной навеской. Система Race Face Chester. Вот такая крутая, агрессивная на две звезды, потому что на Enduro вам много зубов не понадобится. 170 мм. Пресс-фит, но уровень высший, любительский. Сэкономили, а зря, потому что именно этому компоненту будет доставаться больше остальных, особенно если вы собрались дропать. Висковая гидравлика, спереди 203, сзади 180. Это рейдер начального любительского уровня. Диаметр ротора подобран хорошо. Такой вот эндуршик от Coupe по цене российского автопрома. Местами он очень крут, местами мог бы быть лучше. Если вы любите апгрейд, вам найдется работа. Ну а если нет, навеска доставит за первые сезоны вам максимум довольствия. Поддержите наш канал, подписка, если хотите больше обзоров от Velofei. Ставьте пальцы вверх, и я вам расскажу о крутых байках. Пока!